смотри-ка смотри какую скорость набрал и вся полиция стоит тонированная машина бездействие полиции а что они остановили товарищ полицейский чё смотри как какая у нас полиция кого-то останавливает а вот такие машины останавливает вы проверяйте 100 в медицинском учреждении а этого останавливать правильно этих не надо эти пусть уезжают да про же это же геленваген его надо чтобы он уезжал это же все схвачено правда же с ним все хорошо ходить туда-сюда можно а эти вот бандиты ездят затонированный правильно класс до водителя от это газеля останавливает а что такое чем предусмотрим требование ваше 24 требования заявите требования заявить в 24 требования завидела на полиции требования заявите требования будет требовать от меня это просьбы или требования Это требование. Законное? Законное. На сколько метров? Согласно, 24-й. Хорошо, на сколько метров? Я буду выполнять. На сколько метров? На 3. Можно посчитать? Посчитайте как, на 3. Вот так, да? Все. Вот так надо с вами вместе, да? Все, выполнил я ваши требования? Все, хорошо. Ты видел, с какой скоростью наезжает? Да вообще кошмар. А здесь сколько? Здесь ограничения, наверное, да? Вон, знак стоит. Ну, слушай, да что здесь происходит? Это что такое, я не понял. Вот еще один. Борзует. Блокон пропускает. Ничего себе. Я за капец, он не водеет. Вот так, как взял. Ты посмотри сейчас. Я нормально. А? Солирование? 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 А, вон. Все уже знают об этом. Все знают об этом уже, что джип тонированный проехал, никто не остановил. Уже люди даже знают, что здесь закрываются глаза на нарушения серьезные. И улыбаются от бездействия. Но ничего, сейчас ответственно, я думаю, разберется с вами, со всеми. Может, служить здесь не будете больше. Или пост расформирует потом. Всех нарушителей пропускает, наверное, судя по всему. Опять записывает. Да, мы зафиксировали. Не были, да? А вон он, вон он был. Скажи, что? Вон был. Тонированный Геленвай. Тонированный Геленвай. Не слышно. Можете подойти, но не слышно. А мы сами не слышно. Что у нас неинтересно? Сюда иди. Ты что? Сюда, я говорю. Что ты орешь мне там? Иди сюда. Смотри, сейчас тебя застрелит, кажется, вот этот. Очень злобно смотрит. Что такое наглое, я тебя спрашиваю. Что ли полицейского вопрос? Так, наружу. Я не слышно. Да ты, вы разве полицейский? Где полицейский? Мы не видим полицейских здесь. Мы к вам сколько обращались. Мы вообще полицейских не видим, ни одного. Мы сколько раз лично вас просили принять. Этот вообще отвернул. Смотри, вот этот. Я к этому обращался, в пол оборота встал. Вот он. А горники тогда, только волшите. Так я не слышно. Затонированный автомобиль, проехал полицейский. Еще посигналил, посигналил им, слышь, полицейских. Да, подойди. Вот так вот. Работают полицейские здесь. Интересно. А что снимает тогда? Интересно ему. А ты что, в службе поинтересным, что ли, а? Глаза не светите. Глаза не светите, я сказал. Глаза не светите мне. А что он там предупредил? Вы в глаза светите, инспектор. Это 38-й пункт административного регламента своего нарушается. Инспектор, вы в глаза светите. Вы можете понять, нет? Нет, что ты на меня светит? Вы что творите? Вы в глаза светите, уберите светлячок свой, фонарик. Я говорю, что, ладно. Что вы светите мне в глаза? Вонет какой. Вы что светите мне в глаза? Вы испортите мое зрение. А он какой-то непонятный. Вы как себя чувствуете? Не слышите ничего? Затонированный автомобиль с мигалками, гляньте. МЧС или что это? Вообще хорошо. У вас страна? А, Абхазия. А выключите фонарик, пожалуйста. Вы меня светите. О, звезда Ютьюба. Подойди сюда. Вот он. Не реагирует ни на что. Стоит, снимает, фонарь в глаза направил. Ну и пускай стоит. Ну и пускай стоит. Что он делает? Светлячок. Он может не вменяем. Ну да, как с ним. Неадекватное поведение какое-то. Он просто что-то занимается ерундой какой-то. Могу подойти и пообщаться, да? Да как-то непонятно. Что-то стоит, снимает, что-то фиксирует. Блокер что ли? Или кто вы? Фонарик. Где смотреть нас, блогер? Понимаете? Или понимаете? Не, он не понимает ничего вообще. Глаза светит просто. Фонарик-то зачем свет? Увольнять только через увольнение. Ну, сейчас разберется все, соответственно. У вас все в порядке, на лавуке. Я уж спрашиваю. Не отвечаю. Это второй мораль. У меня тоже денег как-то делал. Я не понял. Я понимаю, смысл позвонить. Я просто сейчас... Да потому что с моего телефона 10 обращений. Потом по всем... 919 вы оставляй. Я оставляю. Виноват один яблокер с моего телефона. Здравствуйте. А где ответственность? Сейчас он и выйдет. Куда? А вы кто? Представьтесь. Представьтесь. А что вы мне руку ломаете? Дерьмо какое-то происходит. Вообще, что здесь такое-то? Все ходят. Отвернулись от граждан. А вы можете присадиться, пожалуйста, полицейский? Вот тот, который снимает. Полицейский с автоматом. Можете присадиться, пожалуйста? Вот же регистратор есть. Нормально снимает. Можете подойти? Обращение оставлю. Я не понимаю, в чем сложность обращения. По поводу Гелендвагена, непринятия мер, обычное обращение, что-то такого. Я присутствовал здесь? Нет, вот он присутствовал. Алексей, подожди, дай сказать. Я вам видеозапись сейчас покажу. С номерами, как сотрудники. Ну, остановили, потом отпустили. А в чем проблема-то? Я же ничего сверхъестественного не прошу. У меня все есть. Почему не можете? Я вам ручку, там, листочек. Ну, так а в чем тогда проблема? Что вы улыбаетесь? Я не понимаю. Да, над вами улыбаетесь. А, над нами улыбаетесь? Так вы над собой поулыбаетесь-то. Зачем над нами? Инспектор, а почему не представляетесь? Я достаточное количество раз представился уже. А не принимаете обращения, почему? Я не отказываюсь, я занят. Да вы не заняты, вы ходите туда-сюда. Вы даже с нами разговариваете? А вы долго будете заняты? Ну, я на работе до 8 утра. И все это время вы заняты? И все это время буду занят. И все это время не сможете принять обращения, да? И все 8 человек заняты? А вы нам не дадите листочек этот, и мы просто нам так удобнее будет, чем записывать. Ну, может, вам почерк мой не понравится. Не, нам понравится. Все равно вы будете сами писать наше обращение. Самостоятельно. Вы нам даже складываете, да? Чтобы удобнее было. Нет, половина. А, половина, чтобы еще написать кому-нибудь. Вдруг кто-то приедет и тоже будет спрашивать, да, у вас. Ответственно вызывать, чтобы узнать, что же за сотрудники здесь служат, правильно? Мне очень не смешно. Мне очень. Все, что происходит. И им смешно, самое главное. Они тоже сказали, что им смешно. Вот они смеются. Я говорю, вы зачем смеетесь? Давайте закончим это. Почему? Почему? Какое представление? Какое представление? Так вы займитесь работой. Геленваген затонирован, отпустили только что. Видео фиксации есть. Какой работой они занимаются? Девятки ржавые останавливают. Какой работой? Который ничего не нарушает? Есть сайт, вы можете туда и... Да мой вот, вот сайт перед нами. Вы сайт. Все, теперь сейчас подадим вам обращение. Хорошо, записывать. Да, да, надо писать. А по этим, по нарушителям что-нибудь будете предпринимать, нет? По каким именно? По конусам. Для начала. Дорожникам позвоним, пусть забирают. Не, не пусть забирают. Изъять. Акт изъятия составляется, вообще-то. Вообще-то. И определение выносится, товарищ полицейский. Определение выносится о возбуждении дела, административном правонарушении и проведении расследования. По 12.33 КОАП РФ. И изымается актом. Вот как делается. Можете начать? Я по конусам обратился. Что ты писать? Ну, по конусам обратился. Что писать? Вот, смотрите, конус, сайт. Зачем писать? Писать определение надо, товарищ инспектор. Или... По конусам. По конусам. Определение прошу вас вынести. О возбуждении дела, административном правонарушении и проведении расследования. Стоят на проезжей части конусы. Мешает движение по... В отношении кого вынести определение? Неизвестного лица. И потом по камерам посмотреть или изъять, или сейчас посмотреть. Может быть, там будет это лицо, видно. Вот же камеры. Вы можете отмотать, посмотреть, и все будет видно. Или в рамках расследования посмотреть, поразузнать это все. По конусам будете реагировать? Я хочу вам потом эту реакцию выслать на сайт, на домашний адрес, по почте. Для этого не нужно по конусам. Вы видите административное правонарушение, вы обязаны его устранить. Паспорт, пожалуйста. Вы обязаны устранить. Вы обязаны устранить. Хорошо, вы кто? Какая разница, я кто? Алексей меня зовут, гражданин Российской Федерации. Я представился, вы тоже мне покажите. Зачем? Основание. А вдруг мне не требуется по конусам ответ? Мне достаточно будет то, что определение будет вынесено. Вы перед вами? Значит, интересно, вот вы говорите. Значит, нарушает водитель неизвестного лица. Неизвестного лица, хорошо. Что хорошо? Вы же сейчас хотите, чтобы я вынес, во-первых, в ваших интересах. Вы мне представьте, скажите, кто... Так это напишет по дисциплинарной. Надо будет... Вот, напишет. У него, да. У меня по конусам и по нарушениям. По конусам и по нарушениям не нужно обращение писать. Оно перед вами. Или нам еще вызывать ответственность, другого командира. Какого? Ну, ответственно. Боль. Генет ответственность. Есть? Все. Значит, вас будет он привлекать. Дисциплинарная ответственность, если вы отказываетесь реагировать. Вы отказываетесь реагировать? Мы ни от чего не отказываем. Не, вы конкретно отказываетесь. Я не отказываю. Не отказываю. Так отреагируют. Вот конусы. Они продолжают стоять. То есть, уже пока вы здесь находитесь... Сколько вы здесь находитесь? Можете сказать? Минут сорок уже. Минут сорок. Продолжается административное правонарушение. Это как? Нормально, по-вашему? И вы смотрите вот на него. Вам что, все равно, что ли? Или что? Да на ваше бездействие сейчас напишем. Пусть приезжает ответственность. На ваше напишем бездействие. Не волнуйтесь. Я очень нервничаю, когда вижу перед собой полицейских, которые бездействуют. Я очень нервничаю. Куча сотрудников. Их по-другому. Я даже не знаю, как это назвать. Носители погон. Они бездействуют, понимаете? Сколько было обращений сделать? Вы тоже как в число хотите? Вы в числе хотите быть? Давайте и вы тоже будете. Не, подождите. Пока не трогайте эти конусы. Выносится определение. Вам же надо, чтобы их убрать. Нет, изъяли. Чтобы их не стояло. Да. Сейчас проходит какое-то нарушение. Верно, да. Давайте, тогда убираем. Да, да, правильно. Тогда для начала убрать. А? Для начала убрать, правильно. Все верно. Потом. Вот смотрите. Акт УДС мы хотели бы составить на вот эту штуковину. Акт УДС. Мне кажется, она тоже нелегально здесь находится. Не, ну если там согласовано, то вопросов нет. Просто ответить, чтобы... Мне вот непонятно, что это такое. Ну, УДС. Вот, вот это. Что это такое? Для чего она нужна? Если согласована с администрацией там или с кем-то еще органом. Надо выяснить. Просто хочу выяснить, что это такое. Хорошо. Акт УДС. А я сам потом обращусь. Хорошо. Вы возбудите дело административного правонарушения? Да, мы не можем. Что? На сколько вас нужно? А. И по водителю вот этого автомобиля. Вот этого. И ваш, и ваш. Вот. Под углом проезжей части стоит. Без включенных проблесковых маячков. Надо переставить, устранить правонарушения, либо включить маячки. Давайте почитаем. А если тут позволяет, что не набрали рабочие. Правильно, при наличии знака и размерки. 12.2 открывайте. Я вам сразу говорю. Прочитайте, пожалуйста, да. Давайте вместе изучать с вами правила дорожного движения. Давайте, может, еще ваш командир приедет. Всем и будем, всем ГИБДД изучать. 10 человек хотите сразу меня атаковать? Ну ладно, хорошо. Я не хочу. Я вот раз. Нет. Так, так, хорошо. Вот это по очереди. 12.2 читайте. Я что-то спорю или что? Нет. Спокойно давайте вместе адекватно. Хорошо, давайте. Надо там пытаться запить там. Все, согласен. Хорошо. Под углом и краем проезжей части в случае, если конфигурация вместо уширения проезжей части допускает такое расположение. Ну, а дальше читайте. Нет, вы читайте. Вы читайте дальше. Нет, вы читайте. Вы читайте вот. Вот с этими табличками только они работают. С табличкой 6.4. Только с табличкой 6.4 и получается либо с нанесенной разметкой, а можно прочитать как полностью, как этот правил гласит? Полностью. Ну, уже же сколько раз читали. Уже правильно прочитали. Мне каждую вашу прихоть надо выполнять. Я все прочитаю. Это прихоть вы считаете? Нет, вы сейчас... Право нарушения это вы считаете прихотью? Не надо повышать. Вы считаете право нарушения это прихотью? Вы еще раз сейчас мне что говорите? Прочитайте еще раз. Нет, вы это... Это что, прихоть право нарушения мне здесь стоять устранять их? Я говорю, что что-то надо нарушать. В смысле нарушать? Не, вы не дочитали до конца, я прошу прочитать, как он гласит. Что плохого, я попросил. Вон же правило есть. Так у вас тоже есть. Так он знает наизусть, а вы спрашиваете, не мы. Мы-то знаем. И просим вас прочитать, может быть вы забыли. Смотрите, пусть один сотрудник, как вы можете... Да, их же много. ...в 12.33, привлеките одного из сотрудников, и пока вы можете по комнате по 12.33. Я сейчас вам буду обращать обращение по сотруднику, но я хочу, чтобы, получается, каждый сотрудник будет со своим списком, потому что здесь они не все. Вот список. Нет, нет, это не все. Это все, которые вот присутствуют, да, здесь? Нет, зачем, вот же сотрудники. Или вообще на посту, которые... Постовой службы, вот тот сотрудник. А, этих тоже надо. Так я к ним обращал. Да, да, да. Что это такое? Капитан здесь есть? Вот среди них капитан есть? Есть. Да, в конце. В конце, вот он. Это Хадив, что ли? Хадив, АГ. Вот непосредственно сотрудника, кроме автомата, который. Вот того, получается, вот этого сотрудника. И еще худой такой выходил тоже дорожной патрульной службы. Он отсюда... А, да, да, да. И вот, пожалуйста, это получается... Да, есть такой. Их дополнительный тоже, пожалуйста, список. А, это они есть. Хорошо, давайте я вам посчитаю сейчас сколько. Раз, два, три, четыре, пять. Еще полный капитан был. Два, три, четыре, пять. Удой и капитан. Семь человек. Хорошо, патрульную службу непотрезненно. Вот этого надо. Вот, вот стоит. Вот его. И вот еще стоит тоже в кепочке тот человек. Пойдемте. Ракуйся. Может, они просто представятся, мы запишем сами. Какой в кепочке? Первый, второй? И второй. А Казак во проезжей части ходил. Привлечь к ответственности по 12,29. Зафиксировано все. А что вы так? Бровонарушения везде. Мы указываем. У меня фиксация, я покажу. Я три раза попросил не делать это. Сейчас я все запишу. У меня я несколько раз попросил не ходить и зафиксировать. Зачем вы это делаете? Прям вообще так прям расстроились прям. Что такое? Заставили на обращение отреагировать. Провокация думают все. Какая провокация? Конусы на проезжей части и все. Одно нарушение. Было. Сейчас уже много. Стало. Это всегда так бывает. Урок будет вам хороший. На будущее. Что надо реагировать на обращение граждан. Что не надо вот так, как вы, стоять. Вот. Ничего не делаем. А, к вам нельзя подходить. Я забыл. Я просто уже не вижу, что здесь много людей. Все стоят в ряд. Вы посмотрите. Работают. Смотрите, работа какая доблестная. Вот этих инспекторов. Вот так вот работают. Стоя. А, и к вам нельзя подходить. Сразу фиксирует. Чемноты. Так, пойдем. Ну да, конечно. Это же нормально, когда на вы. Люди с друг другом обращаются. А вы еще по проезжей части ходили. 12.29. Будете привлечены к ответственности. Я думаю, что так будет. Я вам замечания делал. Не реагировали. Вот еще. Еще. А, ответственный едет. Он же сказал, ответственный приедет. Отлично. А сейчас посмотрим, как ответственный пересечет. Может еще и он неправильно. Пойдем посмотрим. Давайте посмотрим, как он здесь. Будет нарушать или нет? Может и он нарушит. Да, да. Может параллельно. Сейчас посмотрим. Товарищ полицейский, мы по конусам решили, чтобы вы не возбуждали дело. Спасибо. Мы их сдадим как находку. Сейчас будете писать, да, оставьте это мне, пожалуйста. Товарищ полицейский. Вам надо. Вот я двоих нашел. Товарищ полицейский, мы их сдадим как находку. Мы же нашли их, сдадим как находку. Ну, мы везем сейчас, Вадим. Сейчас, как понимаю. А по вот этим... Сейчас мне ответственного оставлять в жалобу. А по вот этим нарушениям прошу отреагировать. По вот этим. Сейчас переставим. Не, и привлечь к ответственности. Пересек. да и тоже под углом но сейчас значит и его попросим привлечь к ответственным перестает но привлечь то надо нарушил и требования разметки нарушил нарушение там предусмотрен перестать вот так поставь как я параллельно здрасте очень приятно омах без ремней без опа с ремнем с ремнем молодец молодец ремен ппс вот так как я отстань вот так чтобы не было замечать да 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 чтобы нарушение ваш вот здесь не вторым рядом нельзя вот здесь встань вон там вон там да можешь передо мной вот вот так а там вот правильно не это второй ряд вот там ставьте перед нормально параллельно чего вторым рядом тусали вот так ппс на чем-то ппс приехал вот вот так нормально выполнить статью 5 вот 5 гирально закон о полиции как вы сделали после этого после я попросил сотрудника уже формулировать дверь открывается а там кто то есть сотрудники уважаемые а можете представиться пожалуйста а то там дпс не хотят не наполню хорошо гоня конечно 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 да аж полицейская отдельная рота патрульно-постовой службы в воде города сочи мощь при этом к паурученко павел андреевич так действительно все в порядке все спасибо значок нет не спасибо я так значок номер 007 370 хорошо а вы пожалуйста да так вот и потому по службе города сочи старше сажать ревский ревский александр валерьевич все очень приятно спасибо ночью можно так 007 344 спасибо так переставляют посмотреть чудеса какие а что ж такое происходит сегодня все нарушения устраняется и конусы убрали и машину переставили но прям какие-то чудеса и здесь прям ну все по закону сейчас вот насчет этой конструкции осталось выяснить только и конусы мы поедем в отдел сдадим город город краснодар опасно опасно да а по на сорвется и все сорвется и все надо так у дэс сделать по ней она и тяжелая написать с моих слов нет вы сами собственно нет я вам корр так ладно с конусами мы разобрались осталось вот этим шлагбаум разобраться акт удс составить и потом разобраться законно ли он установлен я просто хочу проверить законно или нет и по поводу нарушений водителем транспортных средств вот двух под углом проезжей части была стоянка осуществлена вы то есть осуществили попрошу вас ну кого-то чтобы вас привлекли к ответственности к административной и соответственно вас попрошу чтобы водителя вот этой машины патрульной тоже привлекли к административной ответственности отреагируйте пожалуйста буду знать на будущее а вы им внушение сделайте что надо сразу граждан слушать и реагировать на их обращение они поступать как они непонятно кто потом после того как все закончится я надеюсь вы им сделать и разъясните что не надо вести себя как непонятно кто а конусы мы заберем мы нашли их мы сдадим как находку здесь можете не мы в город краснодар сдадим мы сами знаем куда нам сдавать мы отвезем туда нам же решать правильно мы же любой отдел можно полиции сдать независимо от того где он находится а вас ну сдадим а там разберут а там разберут законно или нет они там там найдут там найдут че если найдут то значит передадут есть нет но значит утилизирует пока как у нас самый капитан говорит что и саму правство будет сейчас мы берем кто-то сказал а ну пусть составляет протокол пусть протокол составляет тогда я не против будем обжаловать смысле потому что а ничего Нет протоколов никаких. Мы просто конусы хотим забрать и сдать в отдел полиции. Полицейский не может. Город Краснодар. Ну, я готов. Я готов. Обращение мне примет. А, да, да. Не, я просто целоват сказал. Да я готов. Ну, 300-500 рублей. Да ради правого дела, без проблем. Только суток, как решит, и я напишу, чтобы в город мой переслали. Я хочу пригласить тебя пообщаться с водителем. А. Он пересек линию. Да. Ну, чтобы замечания, может, делать ему, да и все. Вот этим они ни при чем. Нет, чтобы он признал. А, да, 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 точно. Давай. Правильно. Просто спросим. Ну, я зафиксировал, как пересек. Обычный вопрос. А кто водитель-то из них? Да, я только пообщаюсь. Хорошо. Да, конечно. А я извиняюсь, а кто управлял автомобилем? У меня короткий вопрос будет. Вы управляете? Линия, видите, 1-1. Вы ее пересекли, это нарушение. Вы признаете? Просто если вы признаете, мы не будем на вас писать. Зади вас. Сплошную линию разметки. Сплошную линию разметки пересекла. А, у меня зафиксировали. А, ну все. Сейчас будем тогда по привлечению писать. Нет, ну зачем вам это? Все понятно. Ну, как-то они пересекали. Вы же отсюда. И под углом поставили проезжую часть тоже есть. Под углом пересекли. Так, у нас зафиксировано. Нет, под углом он пересекли. А, вы не согласны нарушению. Не согласны. Вы просто не согласны? А, все, все. Все, спасибо. У меня был короткий вопрос. Да, мы просто, если бы вы согласились, мы бы тогда не против были ничего. А если не согласны, сейчас тогда обратимся к ДПС, покажем видеофиксацию. И, соответственно, да. Да. Сотрудник, представьте, пожалуйста. Это мне интересно, я не представлялся. Не, не слышал. Я представлялся. Ну, если не попугай, то представьте. А потать, посмотрите. Ну, я не слышал просто. Не расслышал. Фура проезжала мимо. Нет, нет, на тему не было. Очень громко здесь движение происходит. Не было, да? Да, ну так и посмотрите. А так можно стоять, да, полицейским? Посмотрите, посмотрите. Скажите, а так можно стоять полицейскому на проезжей части? Вы не запрос на вопрос. Давайте сначала отвечу. Хорошо, это я посмотрю, ладно. То есть вы наставите, что вы представили? Конечно. Хорошо. Обращение почему не... Почему обращение не приняли? Начали. Начали, да? А обращение почему не приняли? Все приняли, да? А что сделали? А, в лицо не светите, пожалуйста, я прошу. Камера такая. Не светите. Камера такая, что я скажу? Мне плевать на вашу камеру, не светите в лицо. Конечно. Полицейские, говори, полицейские. Мне плевать на камеру. Да? На вашу, да. Пожалуйста, выключите фонарь. Да, скажите. Выключите фонарь, вы мне в лицо светите. Да, функция камеры. Да мне все равно, что функция камеры, вы меня слепите им. Да, это функция. Да мне нормально здесь. Ближе, мне не походу на слепку. Так вы отойдите подальше. Вот подальше отойдите. Но вы меня слепите сейчас. Вы можете понять? Вы меня сейчас слепите. Так я держу дистанцию. Вы отойдите подальше, чтобы не слепили. В чем проблема-то? Да, конечно. Потому что вы же камеру включили. Да мне нормально здесь стоять. А вы слепите меня. Вы даже неуважение проявляете. Просто обычную культуру не проявляете. Товарищ полицейский, выключите, пожалуйста, камеру. Гражданин полицейский, выключите, пожалуйста, камеру. Вернее, не камеру, а свет, извините. А не выключается? Не выключается? Так вы же включили сами. Так я выключил. Ну так не снимайте, значит, если не выключается. Это ваши проблемы только. Вы меня слепите. Вы можете понять? Конечно. Конечно ваши. Вы же слепите меня, не я же вас. Так отойдите сами. Вы же слепите меня. Я хожу, где мне нравится. Я подошел, чтобы обращение. Я подошел, чтобы к вам... Отправьте наши действия без действий. Вы же стоящих органов. Да вы просто неуважение проявляете гражданину. Вы слепите. Вы в лицо мне направили светом. Я не говорю. Федеральный закон. Да я знаю федеральный закон. Вы создали данные. Все. Вы меня слепите. Можете понять? Вы слепите меня. Все? Не все. Вы меня... Я вас записали. Что записали? Что? Вы информировали. А что вы сказали? Федеральный закон, что вы все подошли. Да мало ли, что вы сказали. Ну говорите все, что угодно. Да. У вас нечего сказать? Почему? Ну вы меня слепите просто. Не принимайте обращения. Почему нечего? Я направляю к вам обращение, вы его не принимаете. Как это? Нечего. Сейчас скажем на бумаге тогда. Все. Что мы хотим. Пожалуйста. Вы можете сказать, почему вы отказываетесь? Журналист. Обращайтесь к пресс-службу УВД города. Для чего? Для каких целей? Для пояснения. Вы же сказали журналистам. Нет. Для каких целей? Что пояснять-то? Вы же сказали. А что пояснять-то? Правильно. Что пояснять? Мы не будем с вами общаться. Обращайтесь к пресс-службам. А вы обязаны в соответствии с законом полиции. Вы обязаны принять обращение. Я не могу с вами 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 с вами. Я не могу с вами 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 с вами. хорошо как гражданин примите обращение как гражданина примите обращение или нет нет вы бездействуете я что могу поделать я вас пытаюсь попросить чтобы приняли обращение вы не принимаете до сих пор отказаться даже ответственный приехал все равно отказаться интересно при ответственном он тоже откажется сейчас попробую обратиться да да сейчас попрошу интересно просто новый новый эксперимент да сейчас мари на полосе движения зачем-то стою водителя непонятно для чего валентина что сейчас делаешь какая процедура ведется заявление пишет потом я отбираю его объяснение а вроде ответственный хотел принять по дпс нет он не отказался что ли это делать сразу пишешь дайте потом не говорили что я что-то написал дальше полицейские а можно мы с вашего разрешения возьмем конусы как находку сдадим в отдел полиции вы разрешаете скажите нам это сделать или запрещать но это не мою понял вы не можете разрешить вам не может и запретить тоже да если бы это было моё я согласен то есть это не ваша вызов не запрещаете правильно то есть можно нам это сделать мы не воруем мы хотим сдать в отдел полиции сейчас запишем заявление мы попробуем узнать чего это да а там уже будем но мы вам или не забирать я понимаю вы хотите провокационный вопрос сейчас мне задавать и чтобы меня в тупик поставить давайте мы заявление примем объяснение отберем мы попробуем узнать чего и сейчас так я укажу по поводу конуса все ну что мы а если не удастся вам и вы узнать чей-то будет стараться ну мы тогда в другом отделе полиции напишем заявление пусть там узнаешь что это ладно все лучше так а то мы знаем что будет завтра тоже самое не выставит а ну все 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 но я просто я думал писал ничего не говорит опять ходит по проезжей части казак зачем-то скажите а так можно подавать звуковой сигнал до проезжая позже и скажите я задал вопрос такую а где написан я держу я к вам не подхожу забывайте смысл я покидаю я к вам близко не подхожу а можно так можно так сигнали до полицейские болит сигнали так можно не но проезжал махну рукой вам сигнал但 я же видел я видел 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 просто Вы опять отказывается принять обращение. Я спрашиваю, можно так или нет делать. Вы почему-то до свидания говорите. Полицейский, я спрашиваю вас, можно так делать или нет. А вы можете представиться, пожалуйста. А что, вас так учили отворачиваться при обращении гражданина? А? Учили, да? А вас тоже учили отворачиваться, да? Я вам представлялся. Представились? Конечно. Мне? Все, вы, может, представились. А почему не приняли обращение? А вы можете представиться, пожалуйста? Представлялся. Мне? Нет. Я даже кричал, вот там вам пытался докричаться. Я не понял вам по три раза. Не, мне вы не представлялись. Вы даже отворачивались. Вы просто не реагировали. Слушайте. Вот, у нас все записано. Что мне слушать-то? Ну, вы представьтесь, пожалуйста. Может, я не слышал, действительно? Товарищ представитель. Вот это не стесняется представляться. Возможно. Вот он тоже, говорит, представлялся. А вы отказываетесь. Почему? Я вам представлю еще раз. Ну, как, ваше имя учится? Как вам обратиться? Не подскажете? Нет. Да я к вам не подхожу. Мне вы не нужны тысячу лет к вам подходить. Очень нам. Да. Вы мне совершенно неинтересны. Заимно? Подходить близко, я имею в виду, к вам. Заимно? Мне интересно, чтобы вы реагировали, чтобы вы служили по закону. Вот что мне интересно. Они отпускали бы затонированный Геленваген, который проезжает мимо поста ГАИ. И Коноса не выставлял кто-то перед самим постом ГАИ на проезжую часть. Восстановите, пожалуйста. Восстановите свой речевой аппарат и уже следует обратиться. Да вы не беспокойтесь за меня, у меня все нормально. Да? Да, я просто уже не знаю, как до вас донести обращение. Понимаете, вы не реагируете на него совершенно. А вы не знаете, случайно, куда ответственный вот этот дел, контроль, который осуществляет? Понимаете, ребята, я так же с вами здесь стою. Надо фиксировать. Да, забыли. Да я к вам вообще не подхожу. Держу 3 метра ровно. Фонарик забыли. Включите, чтобы не ослепить. Забыли, включайте. Неинтересно. В смысле, что неинтересно? А что вам интересно, расскажите. Можете рассказать, чем вы интересуетесь? Читайте книги. Какие? Обхожу специально 3 метра. Какие книги? Посоветуйте хоть одну. Можете посоветовать какую-нибудь книжку, пожалуйста. Товарищ полицейский, а вы можете представиться, пожалуйста? Лейтенант полиции Рысяк. О, научился, научился. Вы смотрите. Вам уже написали записку. Все здесь находится. А, то есть надо через записку, да, представляться? Я не знаю, вы у меня только спросите. Понятно. А обращение можно к вам направить? Товарищ полицейский. Рысяк, можно обращение? Вам уже все, что полиции сделали. А, там все делают, да? А вы? Для чего? Я сейчас. Не, я понял. А вам нельзя обращение направлять, да? Представляться научился. Да, друзья, пока мы с выпуском начали, то наявление будет исчезнуть. А сейчас мы с выпуском напишем. И вот все, напишем, напишем. Да, конус исчезли. Ничего себе произошло, что. Так, машины, вот номер. Вот номер. И вот номер.